Видно сейчас, Игнатьич? Да видно вас, теперь меня не видно. У меня тут одновременно... Да, вас не видно. Закачка идет, подождите, я попробую тут передернуть шнув. Да я подожду, подожду. Видно, нет? Нет. Вот. У вас не видно, да? Начинается быть видным. Видно, но качество. У вас тоже что-то очень черное такое. Черное? Да, сильно как-то... Свет где-то сзади, надо, чтобы впереди был. Сейчас подождите, добавлю света. Сейчас, сейчас. Дело в том, что я второй раз в жизни только пользуюсь скайпом. Может, что-то я не так делаю? Кто вы? У нас все записывается, в интернет выставляется. Вы не против? Нет, не против. Я вас слушаю. Назовитесь, откуда вы и что хотите? Валерий меня... Валерий меня зовут. Фамилия моя Богомолы. А где живете? Из города Тула. Тула? А вы там отца Иоанна Суворова знаете? Тула. Я понял. Нет, не знаю. Тула, Тула, да? Тула, Тула. Тульская область. Совершенно верно. Там служит отец Иоанн Суворов. Наш близкий, знакомый. А где он служит? В каком храме? Я не могу назвать, где вы. Когда будете-то где-то там, в любом храме, назовите его, знают. Он протоиерей. Где-то около кладбища. Большое кладбище у него там прямо. Храм прямо на кладбище. Большое-большое кладбище. Старинное. Все понял. Понял. Так вот. Я слушаю вас, говорите, пожалуйста. У меня к вам вопросы, Игнатий Тихонович. Много говорят. Рожденный свыше. Верующий. Ничего понять невозможно. Не могу понять. Вот рожденный свыше человек. Он слышит голос Божий. Ну не этими ушами. Он верит каждому Слову Божию. У него измененная жизнь. Которая заметна для всех. Если вы хотите точно знать. Ну более подробно. У меня неоднократно вопрос этот отмечал. Уже надо искать. А вы зарядите. Рождение свыше. Отец Геннадий Фаст. Геннадий Фаст. Так. Запишите себе. Лучше его никто не ответит. Он доктор богословия. Доктор богословия. Он бывший преподаватель Томского университета. Университета Томского. Он в моем доме из немцев. Меннонит. Пришел в православие. Он в Абакане служит. Хакасия. И вы в интернете найдете. Он отвечает на этот вопрос. Самым подробным образом. Коротко если объяснить. Три пункта нужно. Первое. Вы. Или любой кто не знает. Должен признать себя. Абсолютно. Бесповоротно. Повинным смерти. Погибшим. Погибшим навсегда после этой жизни пойдет в ад. Вот это надо усвоить. Почему? Так написано. В Адаме все умирают. 6.36 послание к римлянам. Все до одного. Нет праведного ни одного. Это 13.52 Псалом говорит. То есть реквием жизни звучать будет все время. Ты не слышишь, но ты понимаешь, как жить. Особенно об этом много говорит Игнатий Бричанинов. И такой Пимен Великий называется. Святой. Жития святых. Он прямо говорит. Ум держи в ааде. Вот когда человек говорит. Ну я пойду там попустам грехи. Или я помолюсь и Господь простит. За так Бог никогда никому ничего не прощал. И простить не может. Это вопреки его свойствам. Не может. Почему? А Бог всемогущий. Всемогущий. Но только в тех пределах, которые он сам себе назначил. Бог не может солгать написано. Не может. Бог не может нарушить слово свое. Не может. И поэтому возмездие за грех смерть. Ну кажется, что особенного? Ева сорвала плод. Что там? Убыло что ли? Там на один апельсин сказать яблоко. Но не яблоко. Дерево познания добра и зла. И как только она впустила Адаму дала, вся природа изменилась. Галактика изменилась. И с тех пор умерла, сегодня уже подсчет сделан, больше 100 миллиардов людей. Но сравни. Плод сорвать, она Бога не ругала, как сектанты. Иконы не рубила. Она не пьянствовала. Только впустила. И умерла 100 миллиардов. Это абсолютно несоразмеримо по человеческому уму. Даже она одна бы ее убил, Бог, и то сказали, за что? 100 миллиардов. Отсюда видно, что никакие наши добрые дела не помогут. Наши добрые дела написано, как запачканная одежда в очах Божьих. А святые говорят, как подвязка женщины во время месячных. Вот это наша праведность, когда мы праведные. И когда ты это поймешь, ты будешь внутренне вопиять. Господи, зачем ты меня сотворил? Зачем родители моей жизни сдали, когда я буду в аду мучиться? Притом бесконечно. Конца не будет. Когда человек до этого состояния доходит, ему в это время показывают. Твой грех взял с неба Сын Божий, сошедший, рожденный от приснодевы Марии. Он взял грех. Вот почему считается Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Если вы недавно верующие, его надо заучить наизусть. Это Евангелие от Иоанна 3, 16. 3, 16. Это Библия в миниатюре называют. Или сердце всей Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий у него не погиб, но имел жизнь вечную. То есть, Он взял грех всего мира. Но имел жизнь вечную. Да. 1, 29. И умер за нас. Как апостол Павел говорит, едва ли кто согласится умереть за праведником. А Бог доказывает свою любовь тем, что Он умер, Сына отдал, когда мы были грешниками. И тогда человек погружается в слезы. Что я сделал? Я тысячи смертей заработал. А Он взял все на себя и говорит, ты свободен. Только поверь, ничего не надо пока делать. Только поверь. Вот такой, как ты есть. А теперь Дух Святой в человеке совершает преображение. И когда люди доходят до этого состояния, они ни о чем не спрашивают. Никаких вопросов. Один вопрос. Что нам делать? Это Чернышевский пишет, что делать. И люди говорят, это Деяние 2, 38. И Петр отвечает. Три пункта. Деяние апостолов 2, 38. Я еще несколько мест назову, вам легко будет найти. 2, 38. Ты с дрожью в теле, в руках и в слезах будешь читать. Они воскликнули, что нам делать? То есть они поняли, они погибшие. Он говорит, первое, покайтесь. То есть сознайтесь, что вы грешники. Сознайтесь, что вы погибшие. Сознайтесь, что выхода никакого нет. И Бог не может простить грехи. Не может. Он только может умертвить. Возмездие за грех смерть. Ну, я говорил там, плод какой 300 миллиардов. Мы миллиарды раз должны умереть за это. У Бога другая шкала измерения. Покайтесь. Второе. Ты это понял? Христа принял, уверовал, что он твой грех взял. И теперь Божья справедливость восторжествовала. Юридически, не юридически. Это мы не католики рассуждать об этом. Это случилось. Когда стоит, вот если вы были в Москве, Третьяковская галерея, там один зал в картине Иванова, Александра. Там явление Христа народу. Не бывал, не бывал. Но, видели картины, явление Христа народу. Смаю такую картину. Это Евангелие от Иоанна 1, 29. Да. Вот, говорит, агнец Божий, который берет на себя грех мира. А Иоанн Златоуст говорит, ты усвой это. Грех мира это так. А ты скажи, всякий, то есть я верующий во Христа, слово всякий, замени своим словом, Валерий. Игнатий. Вот это он умер за меня. И кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Меня. Поэтому фараон Моисей меня меньше всего касается. Я. Спасен я от блужданий пытливого и гордого ума. Для чего нам жизнь дана? Не для пустых мечтаний. Не для служения царству суеты. Но чтобы здесь, среди земных страданий, найти следы небесной красоты. И вот, когда мы это поняли, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. В крещении прощаются грехи, а сектанты в это не верят. Они считают покаяние. Тут описано покайтесь, а крестятся для прощения. Тут 22.16 деяние. 22.16. Когда Павел Саввел ослеп, к нему является Анания. И говорит ему 22.16 деяние. И говорит, что ты медлишь, брат? Встань, крестись и омой грехи твои. Ну, как еще выразиться? Это омой. В крещении омывается. Это баня поки бытия. Баня будущего века. И получите дар Святого Духа. Это третье. Вот оно. Крещение Духом Святым. Но это уже другая статья. И чтобы... В жизни надо два пункта только исполнить. Первое. Родиться свыше. И жить под водительством Духа Святого. О чем Серафим Саровский сказал. Стижание Духа Святого. Это все. Ты будешь видеть нуждающихся. Ты будешь видеть грех. Тебя не надо будет уговаривать. Не ходи туда. Добрось. Не звони. Не смотри картинки подлые. Не ругай правителя. Струдись. Помогай там, чтобы был порядок в мире. Тебе Дух Святой будет говорить это. А как это? Я не знаю. Я 55 лет живу под этим руководством, а знать не знаю. Я не знаю. А как? Ну, допустим, я вот вел занятия в пяти университетах сразу. И вот потом, когда уже община образована была, я попросил. Напишите все дома там спокойно. Как вы пришли к Богу, как уверовали, как пришли в нашу общину Крестовоздвиженскую города Барнаула. И написали люди там, которые даже не были членами общины, а ходили там. Разные люди из ФСБ были, краевой администрации. То есть, ну, разный народ. Аудитория. Зал Ахтовый университет, а там 750 человек. Ну, я 84 отобрал и поместил в своих книгах. У меня 38 томов вышло. Как люди пришли. И вот одна девушка пишет. Я ходила к Кришнаи там, на разные места там. А душа томилась не то, все не то. Пошла к священнику, он сразу что на исповедь, накрывает ее. Не крещено. Да я же не знаю, мать, ничего не... Он ладошкой по голове. Это не, это обман, лютый обман. Он обманул ее. И она вышла, ничего нет. И вот она в автобусе едет. Я подробно говорю, чтобы понять, как это, путь какой. Вот она едет впереди. Ну, плотно там люди стоят там. И две женщины разговаривают и говорят. Я недавно стала ходить на занятия. И вот сколько Бог меня открыл. Я себя увидела. И она сошла. А она осталась. Она к ней подошла и говорит. А вы говорили вот о занятиях. А что за занятия? Ну, она думает, это баптист. Она говорит, это православное занятие. Православное. И назвала по имени и фамилии меня им. И сказала, где АГТУ, корпус В, аудитория 410. Вторник, пятница. С 18.00. Два часа. Вот она все это записала. И пришла. Вот она дверь открыла. А занятия уже идут. Она опоздала. И она слышит, о чем речь идет. Меня там по откровению проходили. Что означает там 13 глава. Что эти шестерки там. И потом повернули на меня голову. Я говорю, смотрю, с первого ряда. Женщина одна встала. И пошла там, где сзади свободное место. Для меня место освободилось. Я прям против капитры села, говорит. Вы на меня взглянули. И вдруг начали отвечать на мои вопросы. А у меня семь вопросов. И на все вопросы в том порядке, как они стояли, вы начали отвечать. Я ничего не знаю. Я не знаю. Прекратил по тематике говорить. И начал отвечать. И при том люди, многие-многие это пишут. Ну просто многие. От меня здесь ничего нет. Ни труда никакого. За это ни награды от Бога нет. Ничего нет. Просто ты доверяешь Богу. И Бог тебя берет как сосуд. И Он это делает. А, вы гордитесь. Зачем гордитесь? От благодать Божия. Какая тут гордость? У меня прах и пепел. Если бы один человек сказал. Вот сегодня только один. Ну, видно по имени его, что он мусульманин, видимо. Ну, написал. Я вот живу в такой-то стране. И вот я понял, там православие надо. Может быть, у него фамилия только мусульманская. Я не знаю. Вот. Помолитесь. Не могу квартиру никак продать. Нет. Ну, я встал, помолился. Он сразу пишет. Вы помолились. И сразу же Риет пришел и говорит. Ваша квартира выставлена на это. Ну, помолитесь, чтобы покупателю-то она понадобилась. Поправилась. Ну, простые дела-то. Мне неудобно. Но все равно. У меня оружие есть. Лестница. Вот оно. Семикратно в день 100 поклонов. И три святое 100 поклонов. Помолился. И известия, притом идут почти сразу. Мы ничего этого не знаем. Мы сидим, обедаем. В это время звонок. Мы находимся там за Уралом. Дом только раскрыли. Перекрывать крышу. Дождь идет. Помолитесь. Да я что, с дождем распоряжаюсь. Я небо чистым не делаю. Ну, помолились. Она вечером звонит. Говорит, вот такого чуда не видели. Говорит, вот как окно сделалось над нами. В городе дождь идет. У нас, говорит, как окно какое-то. И мы покрыли крышу. И все спаслось. Мы про это не знаем. Мы просто встали. Написано молитесь друг о друге. Ничего мы не знаем. Ничего не прилагали. Мы ложки положили, встали. Давай молиться. Как бы не вовремя. А это не касается. Вот что такое водительство Духом Святым. Когда ты веришь, доверяешься Богу. И Бог так делает. Я вот молюсь каких, чтобы людей нашел. Живых таких были. И вы приходите. Вот у вас имя означает живой. Живой. Может быть... Валерий, живой. Да. Бодрый. Бодрый, живой. Не знал. Не сонный. Не сонный. Вот. Если это так... Нет. Я не знаю. Я просто вам говорю имя, что означает. Я проповедник, миссионер. И я думаю уже, а может это тот человек, о котором я молился, чтобы Господь наполнил Церковь Православную такими людьми, где они есть. Вот. И Господь находит новые и новые. Руководители всех приходят. У нас... У меня очень большой видеоканал. На нем 9400 роликов. Наших только. Наших. Это вообще огромное. Такого больше нигде я не встречал. 9000. Ну, посещаемость еще небольшая. Там около 12 миллионов только просмотров. Вот. Ну так у нас это не игровой зал-то. Человек приходит, он видит. И Анжела Таус выставлен. Ефрем Сирин. Архипелаг Гулаг. И у меня 50 книг. Я насчитал еще в 80-е годы. Я отсидел за это. Вот. И люди понимают, это очень и очень серьезный ресурс. 50 книг аудио. Ты скачал на диск, в машине воткнул, едешь. Дома жена у тебя что-то делает. Включила. И она духовно растет. А там Иоанн Кронштадтский, Игнатий Бринчанинов. Это все начитано. 12 томов Златоуста. 12 томов Жития. 5 томов Добротолюбия. Григория Диченко 4 тома. Каждый том 800 страниц. Это не брошюры. Вот. Это Бог делает. Понимаете? И я каждый день выставляю 10 роликов. Титанический труд. А вчера я выставил 18. За один день 18 роликов. Потому что у нас очень большой административный такой коллектив. Кто-то снабжает, кто-то везет. Достаем Евангелие. Вчера был крестный ход. Местный митрополит там. Прошел священника. Это много. И наши приехали на машинах. Вытащили. И бесплатно. Евангелие раздавали. Евангелие. Там 4 Евангелия. И на второй странице написано по благословению Патриарха Кирилла. Вот. Потому что там свидетели старожевой башни. Называется, эти льговы гонят. Там они издают, портят. Ну. Так говорят. Я видел. Она испорченная совсем. Даже и не Евангелие. Они все под себя подыгрывают. И люди расположены. И архиерей нас знает. Мы строим деревню православную. Он у нас бывает там. И сегодня вот мой брат, он протоиерей. И сейчас утром поехал туда, где в храме идет служение с митрополитом. Это Бог так делает. Человеку это нельзя сделать. Нас игнали тут и все. А тут нового митрополита отдали. Обстановка везде изменилась сразу. Я начальник детского лагеря. 45 лет. Создатель его. Так наше объявление. В главном соборе на двери повесили. А до этого посылали семинаристов. Они срывали везде все. Был епископ такой. Он сейчас в Липецке. Максим. Говорит, а помоги ему, Господи. Это Бог делает. Но перед концом, как ему уезжать, ему патриарх даванул. И он все забыл. К нам поехал. Говорит, я на вертолете готов к вам улететь. А батюшка говорит, садиться у нас негде. Вот что такое? Это все в рожденном... Скажите, пожалуйста, Геннадий Тихонович. Все это рожденные слышат. Я вас правильно понимаю. Ну вот как рожденные, допустим... Что такое? Звук пропал. Пропал звук? Не слышно? Да нет. Вот сейчас слышно. Может, вы меня не слышите. Я слышу вас. Я поясню как. Вот смотрите. Я с детства родился в старообрядческой семье, беспополцы. Что Бог есть, посты соблюдать. Это все было. Но Евангелия не было. Я искал там атеистические книжки, покупал, вырезал где-то из Слова Божьего где-то. И я обратился поздно, в 23 года после армии. Говорят, люди приходят к Богу, потому что какое-то несчастье там. Наоборот. У меня отличное здоровье. Я спортсмен. Служу в морфлоте. В ракетных шестях. Поступил в мореходное высшее училище. Дай Бог. Понимаете, у меня все есть. Сила, здоровье, деньги. Я один. Но меня Бог спас от женщин, от всех. Я греха боялся. Я ищу, где Бога найти. И Бог меня привел. И дал мне Евангелие. Потом Библию. И вот я сегодня получил, склонился, молился там. И дальше, ну, Лоцманский там катерок, он привозит на берег. Там сходишь-ка, а потом обратно увозит, когда корабль стоит на рейде где. Меня только привезли туда на корабль. Там все меня знают. Я через фальшбор только перешагнул. И первому матросу стал говорить, живем неправильно. За нас Христос умер. До этого такие у меня блестящие характеристики. У меня все в книге помещено были для училища. А тут сразу характеристики изменили. Я член судового комитета. Все забыли в один день. Сошел с ума. С ума сошел. С какого? Со своего. Но обошлось как-то. И вот Господь как дальше вел. А дальше что начнется? Увольнять, с работы везде. А потом тюрьмы, лагеря. Это все позади. 26 лет у меня психиатрия только мучила. 26 лет. И ничего не могли сделать. А теперь реабилитируем злоупотребление советской психиатрии. А психиатрия? Вот скажите, пожалуйста, вы же общались действительно с одержимыми людьми психиатрии? Конечно. Которые голоса там слышат. Вот они голоса слышат. Да. И я спрашивал у некоторых. Я говорю, а как ты слышишь этот голос? Вот так же, говорит, как ты со мной говоришь. Только, говорит, я-то его не вижу. Да. Вот. И у меня вопрос. Дух дышит где хочет. И голос его слышит. А откуда приходит и куда уходит, не знаешь. Так бывает со всяким рожденным от духа. Правильно ли я понимаю? Не знаю. А что вы понимаете? Что это именно ушами человек. Нет. Тут как где дух, говорится, это ветер. Ветер, ветер. Тут никакой не дух. Духом называется ветер. Ветер жужжит. Это еще... Ветер... Да. Это еще я помню объяснение. Когда-то я читал книгу Александра Меня. Да. Это он там так объясняет. Так, минутку, подождите. Сын человеческой книги. Подождите маленько. Еще чуть-чуть. Да, да. Да, пожалуйста, пожалуйста. Все, говорите. Я Александра Меня наши беседы выставил сейчас в интернете. Наши беседы с ним. В аудио. Понятно. При возможности посмотрю. Слушать надо, не смотреть. Слушать. Послушаю, посмотрю. Слушать. Вот многие говорят ветер. По-моему, еще кто-то там где-то объясняет. Из так называемых старцев, что ли. Это ветер. Не важно. Не важнее Евангелия. Это Ян Матаус объясняет. Святые объясняют. И в оригинале так же стоит. На немецком, английском, везде. Ветер. Подождите, пожалуйста. Ветер это ветер. Но Бог это не ветер. Нет. Дух святой. Это не ветер. Духовное. С ветром сравняется духовное. Посмотрите на смоковницу. Это обыкновенное дерево. Вот так кончина мира. Посмотрите. Сравнение. А там что тогда сравнить, если оба духовное? Духовное с духовным. Что сравнивать-то? Ветер дует, как хочет. И ты в жужжание его слышишь, а не знаешь, откуда приходит. Ангелами творишь духов. Ангелы. Ангелы ветрами распоряжаются. В откровении написано. Через ангелов Бог ветры пускает. Бури, торнадо, цунами. Скажите тогда, пожалуйста, почему Господь Иисус сказал так, на слова, как это может быть, спросил Никодим. Господь ему отвечает, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Почему он так сказал? Ты учитель. И этого не знаешь. Он раввин, он учитель, он не священник, учитель. И он не знал, а он что, в утробу матери войти, никто не слышал о рождении свыше. Они понятия не имели. И понятие о приходе Мессии у них было превратно. Они думали о освобождении от римского гнета. А о том, что умрет за грехи людей, они сегодня только там мессианские какие-то евреи признают. Они не признали его. Он говорит, ваш отец дьявол. Вы ищете убить меня? Да, да, совершенно верно. Так что, знаете, я... Совершенно верно. Хочу сказать вам выражение одно. Верующий, если он верующий знает, он не спорит. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я вот сказал второй раз к этой теме, я уже не возвращаюсь. Не приняли, значит, не пришло время или закрыто только и всего. Я больше никак не объясню. Откройте отца Геннадия, послушайте. Он с другой стороны заходит. Но смысл один и тот же. Это ветер. А призвание пророка Самуила, как вы объясните? Ветер ему говорил, ветер его назвал по имени. Бог говорил, он слышал слова. Разговаривал как с человеком. И его наставник Ильи, он понял, что это Бог, говорит, понял. Вот я в этом. Да. И сказал, говорит, когда еще тебя позовет он, ты скажи, слушай, это раб твой. Он слышал голос. Это избранник один. А всякий слышал, говорит, как ветер. Такое рождение. Это не о слышании голоса какого-то. А как он голос может слышать, когда рождения еще не было? Ну, с Богом. Там маленько приткни дверь, чтобы я закрытый был. Вот у пророки говорят, и было ко мне слово Господне. Да. Изекииль говорит. А вы фильм смотрели? Они тоже слышали слово Господне. Фильм, который называется Еремия. Нет. А вы зарядите Еремия. Фильм Еремия. Нет. Послушайте там, как режиссер показывает, как Бог разговаривает многократно, многообразно. Видя ребенка. Он идет, и вдруг перед ним ребенок. И начинает говорить. И он слушает, и он ему говорит, что надо говорить. Он говорит, я молод, я не могу. Господь говорит, не отказывайся, чтобы я не поразил тебя. Бог ему говорит, голову-то поверни. Ты что видишь? Он говорит, котел стоит. Откуда ветер? Ветер с севера. Вот оттуда опасность придет. И будут разваривать кости. Говорят, и все, сгорит и перемешается. Вот так с Израилем будет. Прямо разговаривали. Прямо. Они видели. Это пророк Михей, сын Иемлая. Он видел, как дух лжи вошел в уста всех лжепророков. А вот скажите, из книги Деяний. Дух сказал Филиппу, подойди, пристань к колеснице. Прямо голосом. Вот как мы с вами разговариваем. Филипп, стало быть. Слышали, они слышали. Это не то, что дух дышит, где хочет. Это не о ветре. Здесь речь идет прямо. Господь ему сказал или ангел. Оно видеть он не видел. И он пошел на дорогу, пристал и... Так Филипп, рожденный слышишь, человек? Да, он услышал. Это дьякон Филипп. Это не апостол. Я не знаю. Филипп, Филипп, я не знаю. Я знаю, что это человек. Да. А скажите, как можно понимать слова Господа Иисуса, будьте мудры, как змеи и просты, как голуби? Вы голубей держали когда-нибудь? Да, в детстве. Давно это было. А я по сей день держу. А мне 78 лет, я на голубятни лажу. У меня три голубятни. Две в деревне, одна здесь. И кроме того, еще и в комнате у меня живут коробки. Я их выпускаю на прогулку два раза в день. Это любовь. Ни одной птицы такой нету, которая была бы почтовым, как голубь, возвращаться к месту. Она в военных целях использовалась, Первую мировую войну. Но есть разные птицы, каких только нету. Ни одной больше нету. У ней главное качество – это тяга к дому, где было. Даже храм. Они близко к храмам, селятся. Это надо взять. Как птица, говорит, голубь мира. Это очень недружественное. Если он маленько где-то заболел и другой сел, они его задолбят. Долбят, пока череп не продолбят, он свалился и упал. Это жестокая птица. Кроме того, она очень нечистоплотная. Вот ласточка, воробей, оправится там, малыш. Она в клювик возьмет и вынесет, и бросит. А это нет. Он обернется, и когда они вырастут, они грязные, голубятые. Вокруг них это помет. Они никогда не выбрасывают. Но этого внимания не берется. Во внимания берется одно только качество. И в этом простота голубя. Да. Вот в этом качестве мы должны найти теперь себя. Просто быть, быть простыми. Не так слово сказали, а я больше туда не пойду. Это уже не голубь. Это ястреб какой-то, коршун. Вот. И змей, будьте мудры, как змеи. Мудрость змеи заключается в том, что она меняет кожу каждый год. Так. Между узкой щель корнями залазит и дальше сдирает. И второе, она старается спасти, в первую очередь, голову. Голову. А если даже хвост отрубишь, она остается живая. Вот два качества змеи. И мы должны быть мудрыми. Не объявлять войну, где не надо. Мы должны быть очень внимательны. Поэтому главная для нас голова, это сохранить веру во Христа. Я вот был на многих допросах. И прошел там, многое видел там и в пяти тюрьмах. И что только не делают. Если ты веришь Богу, главное сохранить веру. А остальное никакого значения не имеет. Я лежу в больнице. Я не знаю, кто за мной наблюдает. А уже все знают. Мне только что сделали операцию. Рождественский пост за уже неделю осталось. Они приходят, ну, больному манку там принесли. Я говорю, она на молоке. Ну да. Я говорю, а у нас нельзя пост. Да что, тебя отдельно будут готовить? Я говорю, я не прошу. А как? Я говорю, пять дней осталось, я и так пролежу. Они там облегали, все приготовили. А что еще надо? Хирург, другом сделался хирург, а при том еврей. Яков Нахманович Шойхет. Доктор медицинских наук. Заместитель губернатора. Вот и операцию-то делают. И когда на операцию меня привезли, я со стройки привезли-то. С согнутым состоянием, меня краном сняли оттуда. Я говорю, мне надо помолиться. Он говорит, молитесь. А у него руки-то помыто, он вот так держит. А рядом стоит ассистентка также. Но я на колени встал и стал молиться. А он потом говорит, это Матрена-то меня говорит. Но его зовут не Нахманович, а Наумович. По-своему, по-русски. Яков Нахманович, сколько же можешь ждать? Он говорит, тихо, молчи. Я помолился, он говорит, все, я все, ну ложитесь. И дальше пришли студенты, а мне делают операцию, а я им проповедую о Христе. Он такого не видал. Там в камеру, говорю, в палату отвезли. А там студенты за мной потянулись. И там летчик один был. Ну, так нападал прямо. А он знает, он вспоминает теперь, он говорит, как вы их разделали в течение одного часа всех. Я говорю, да это не я, это Слово Божие Библия. У нас сохранились такие теплые, добрые отношения. Он заступался за нас. А тут с евреями правило, чтобы евреев не лечиться надо, ну я помер бы, загнулся. Он мне сделал операцию, я на шестой день уже сидел на чурочке и дрова рубил. Вот как Бог делает. Я ни разу в жизни не слышал голоса, ни разу, ничего не видел. Златоуст говорит, а я не нуждаюсь в этом, я верующий. Чудеса требуют иудеи. А елены ищут мудрости. Они требуют прям, чудо покажи. Еми нам чудо с неба там, ко Христу. Он говорит, вам не дастся другого чуда, кроме ионы пророка, который был вообще векита три дня, три ночи. Если ты веришь, что Христос воскрес, чудес уже никаких не надо, все остальное ниже. Раз он умер и воскрес, то и нас воскресит, Павел говорит. Но это безусловно. Это безусловно. Но, входя по земле в одни плоти своей, он творил чудеса. И именно среди иудеев. А иудеи спасаются во Христе. Написано, остаток спасется. Вот я, когда проповедую где, ну, народ-то разный, разный. Учителя там, милиция у меня, кого только нет в аудитории-то. Я говорю, скажите, вы хотите быть счастливыми? Все да. У нас нельзя было возражать. Я получаю записки, записки. Отвечаю на них. Рядом стоит человек, он считает сущее. Ответу только я даю. Мы двое за кафедрой-то. Он засчитывает, чтобы мне легче было. Я говорю, хотите, чтобы вы были благословенными? А что это такое? Ну, чтобы тебя жена была хорошая, работала, дети слушались. Родители тебя уважали, почитали, и ты их на работе ладилась. Ну, кто против-то? Ну, это благословение Божие, благословение. И проклятие. Проклятие, когда все из рук валится, все горит, все прокисает. Жена и дети против. Вот смотрите, я говорю, я вас сейчас научу быть счастливыми. Внимательно записывайте. Первое. Два правила дам. А остальные между ними, два полюса. Первое. Бытие. Авраама Бог избирает. И говорит, благословляющий тебя, благословен будет, проклинающий будет проклят. Никогда не хули евреев. Никогда нигде. Да они революции сделали, они тут царя убили, они все переворот, всем Березовским, всю нашу Россию раздербанили. Я говорю, я не оправдываю никого. Я просто говорю, а что делать? Молиться. Вот ко мне привезли евреев. Я пример говорю. Вот я где сижу, это я в другой квартире был. Я его не знаю, а он у баптистов уже был. Ко мне привезли, ну я не знаю, ну два-три часа мы были вместе. Он вышел православный. Потом мы стали искать полное погружение, где Переделкинов у Москвы, там дача писателей. Храм Филиппа, мученика Колочева. Там я его крестил, я его восприемник-то. Он стал священником, порученцем патриарха. Наум Израилевич, еврей. Чисто породный еврей. Вот я каждому говорю, ты хочешь с евреями бороться, с мусульманами? Я тебя научу. Только оружие из рук не выпускай. На меня так смотрят. И вы открыто говорите, конечно. Они нам столько пакостей делают. А какое оружие одно только? Любовь. Я вот 17 лет сотрудничаю с тюрьмой. Я знаю, чем они дышат. Как он смотрит, я уже знаю, что он хочет сказать. Ну, я с ними спал и ел. Я каторжник. И заключенные это все знают. И ко мне относятся так, как ни к одному папу не относятся. И как? А вот так. Если тут в тюрьме сидит мусульманин, я особое внимание обращаю на него. У него другая пища, другой настрой. Все другое. Не дать ему отчаяться. Я приношу им бумаги, раздаю Евангелие, покупаю крестики. На Пасху яйца красим, несем. Если там где-то их обидели, не дали что-то, я иду к прокурору края. У меня близкие отношения со всеми верхушками. И к губернатору, и по защите прав человека, и представителям президента. Поручки здоровые, если ко мне на дом приезжают. И заключенные это знают. Суютка, письмо передай. Никогда нельзя. Меня сразу устранят. Я дал слово, ничего от вас не выносить. Когда я с вами разговариваю, рядом стоит, назвают дубаки. Я ни разу не нарушил то, что мне положено. И ни разу не подвел заключенных. И поэтому отношения Бог так строит. Как я даже никогда не... Хотите бороться с мусульманами? Пожалуйста. Наш ролик, смотрите, мы ночуем в доме Муллы. Это их священник. Зарядите просто Мула, там, Игнатий Лапкин. Жена у него. Мы с ней списались. Она преподаватель в университете, консерваторию окончила, два высших образования, на четырех языках разговаривают. У них высокий уровень образования. И мы беседуем, и беседа вся записана. Мы идем по городу, но ее видят, видимо, знают. Это что, ваш муж? Она говорит, не муж. Это мой отец приехал духовный. Это учитель мой приехал с Алтая. Она мусульманка. Мусульманка. Идем, а ребята там на парапете, высоко так сидят на уровне головы. Она говорит, отец Игнатий, скажите им о Христе. Я говорю, так они как? Переведу где надо. Да у нее по-русски многие понимают-то. Мы побыли в мечети, пошли в православный храм. Бог делает так. И наша переписка с ней выставлена в моем мире. Там засчитаешься. Это Бог так делает. Я в мечети пропадал, мечети. А у них перерыв был. И одни только сидят, эти ваххабиты, по стенам. Я как зашел туда, у меня носки драные. А надо раздуться. Я раздулся босиком. Меня подвели и рядом оставили. Ну, я посередине зашел, под купол-то у них-то. И давай поклоны отбивать, кланяться. А глаза-то видят. Я вижу, как они на меня смотрят. Ой-ой-ой. Я тогда в конце поклонился. И как они стоят. Так, колено в преклоненную молитву встал. Они кольца в три вокруг меня уже стоят. И как я с ними беседовал. Как будто мы давно были родные, жили в одном доме. Столько вопросов задают. Внутри мечети. А то они только головы режут. Я не оправдываю их. И когда мы поехали, вы знаете, мы проехали с миссией. От Владивостока до Лиссабона. Тихий Атлантический океан. В Турцию прошли. С той стороны Черного моря. Прошли Прибалтику, Скандинавию, Север. Мы специально машину купили. Газель. И везде сначала отправляй контейнер с моими книгами. И в каждой библиотеке 600 городов центральных посетить. Здесь и за границей. И везде дарил и дарил книги свои. Я говорю, знаю о чем. Это опыт Бог дает. Когда уезжали первый раз, опыта нет. Я со всеми связываюсь в интернете. Как везти? Какой въезд в Польшу? Какой въезд в Финляндию? А мне говорят, только в Чечню не ездите. Вам-то все равно. Вы хотите мучеником быть. А этих-то берете, моложе вас-то. А мы, наоборот, в Чечне были три раза. И нас встречали как родных братьев. Почему? Я их не опровергаю, кто так говорит. Я говорю, то, что с нами было. Почему? Мы молились за нас. Весь мир молился. И баптисты, и мусульмане, и в Англии, где только не молились в Австралии. Молились. Мы шли. Миссия мира была. Нас русская мафия в Турции захватила. Не двинулся ничего. Мы встали на молитву. Почти сутки стояли. А они меняются. И когда сменилась у них вахта, которые нас заблокировали, то один проходит и говорит между собой. А этих нам не взять. Этих нам не взять. А турки стали нам помогать. Там принести чаю, там попоить. Видят, что мы не едим, а мы только молимся. Почему так поступили? Я не знаю. Бог нас испытывает и смотрит, насколько мы доверяем Ему. Мы никуда не стали ни жаловаться, ничего. Просто молились. И двери открылись. А напротив полицейский участок приняли. Маленько погодя, все просмотрели. Я им подарки сделал. И отпустили, и мы поехали. А дальше Греция. А дальше Италия, Испания, Португалия. И при том вот едем, незнамо, что значит быть Вадимом Духом Божьим. У нас дальнобойщик за рулем сидит. Португальского языка не знаем. Въезжаем в город, Лиссабон. Ну куда? Где русские? Ни адресов, ничего нету. И вдруг шофер на так вот раз вправо. Какой-то переулок. Я говорю, Николай, ты что делаешь? Не знаю. А зачем повернул с трассы-то? Понятия не имею. Глядим, три пенсионера сидят. Ну мы вышли, по-английски спрашиваем. Один прям отлично по-английски говорит. Ну мы им сказали, мы ищем русский храм куда. Да я, говорит, знаю где. Ну это надо ехать туда. У вас деньги-то есть. Я говорю, ну у нас большие деньги. А он сосед, говорит, он богатый. Он разменяет. А у нас по 500. А 500 нигде не меняет. Они боятся их. 500 евро. Ну и мы тут разменяли 20 евро. Говорит, надо туда-сюда проехать. Мы ему дали. Он у нас привез. А у них как раз престольный праздник. Они меня сразу прям вытащили. И как Бог делает. Туда приехал вот этот Геннадий Фас, немец. Тогда был магистр богословия-то. И говорил, как он обратился. И меня, говорит, Игнатий Лапкин. Простой сторож. И в его доме я такой знающий проповедник. Там у баптистов он был. И я там обратился. В первую же ночь. Он обо мне говорил, а я туда приехал. И как только сказал я, кто? Они меня чуть не на руках туда занесли. Я сказал слово. Дьякон взял тарелку и говорит, кладите сюда. Им ехать надо. И люди идут и к кресту и кладут. Я ничего не прошу. Это Бог делает так. Бог. И вот с этими поговорили. Повернул руль. По сей день необъяснимо. Зачем? А тут Господь знает где. И знает, что нам дать. Я поэтому могу сказать. Я хорошо-хорошо в жизни узнал, что я ничего не знаю. Вот такое у меня знание дано. Я ничего не стоящий раб. А Бог взял незначительный камушек и в лоб галяпу залепил. Камушком этим. Вот мы эти камушки в его руках. Сколько нынче сектантов пришло. Руководители православия. Они, мне может, никогда не встретятся. Выписали мои книги. Ну, заплатили. Все. Это прямо на севере, на юге. И в Австралии, и в Америке. И там не знаю где только. Новые люди. Когда смотрели наши ролики. А дальше у нас огромный форум. 1600 тем. Большие-большие темы. И сайт. И мой мир. Ну, понятно, что у нас подписчиков не много. 11,5 тысяч. Ну, прямо на глазах сейчас все растет. На форуме 270 человек. А вот три дня 800. Сегодня 995. Я не знаю с кем, кто работает. Но Господь открывает глаза. И при том на форумах. Там у Кураева. Там такая ругань. Матерки. У нас вообще ничего нет. Приходят и занимаются. То, что дается материал, выше можешь не искать. Там все взято. Не наше. Вот мне вопрос задают иногда. А я отвечаю. 44 места из Библии. Показал. Моего ни одного слова нет. Ты вот из этого разберись. Что тебе Бог сказал? Моего там нет ничего. Но мне Бог положил на сердце открыть вот эти места. Это Господь делает так. Я бы и не знал, что сказать. Говорит. Не думайте в тот день. Ибо... Ну, именно поэтому я к вам и обратился. Вы живой человек. Форум. Я этого ничего не понимаю. А я вам скину в конце данные. Я бестолковый в этих компьютерах. Я вам скину в конце. А вы знаете, я все равно не найду. Не надо. Нет, там только нажать надо. Ничего не надо. Только нажми, и уже там будешь. Нажать один раз. Только нажми курсором. И все, левый. У мышки левой стороной. Наведи на это. Указано там синим. И что там? Там ничего не надо искать. Только нажал, и тебя сразу кинуло на форум. А что там можно на этом форуме? А там поисковик написан. Допустим, тебя интересует рождение свыше. Ты в рамочку рождение свыше. Ладонью там ударь только вниз. Ну, энтер. И тебя сразу кинуло. Там все. Что говорил Анкронштадтский. Что говорил Василий Великий. Ну, я работаю, кажется, с такими большими-большими материалами. Вот у меня книга вышла к истинному православию. Там все. Окрещение, покаяние, табакокурение, обрадобритель. Все. Я 40 лет собирал материал. 40 лет. Понимаете, это даже невозможно сказать, сколько пришлось перелопатить разных книг. И больше точного материала. Просто его нету нигде. Нету. Берусь можно. И наши материалы берут у меня книгу. По ней диссертации защищают. Я отвечаю по четырем параметрам. Что сказала Библия? Я на капитале стою. Мне Бог дал знания и память. Когда мы читаем, 77 книг Библии. Я отвечаю. И на этот вопрос отвечаю. Что жития святых? 1173 биографии. Что сказали каноны? 719 правил. И что святые отцы? Это 300 томов. Я отвечаю по четырем параметрам. И увязываюсь с этой жизнью сегодняшней. Это Бог делает? Мне никогда не запомнить это? Вот я студентам говорю, допустим, вот две недели, я вам буду отвечать, как всегда, так, но одновременно по поэтам России. Что поэты сказали по этой теме? Это 20 тысяч файлов. 300 поэтов за 300 лет, что сказали конкретно про революцию? Там задают про семью. Отдельно про войну. Но кто сказал? Высоцкий сказал. А кто еще сказал? Сумароков. А еще кто? Ну, еще один человек был. Расул Гамзатов. Больше никто не говорил. И вы знаете, это нельзя удержать в голове. Я 20 тысяч файлов должен ворочать. И при том, я на кафедре стою. Мне искать некогда. Это Бог делает. Скажите, пожалуйста, как понимать слова, слова Господни, можете ли креститься крещением, которым я крещу? Страданием. Крещение называется... Я понимаю, это не одноразово, а это длящийся процесс крещения. Боевое крещение, говорят. Боевое крещение. То есть, первый раз только. И там бомбы начали падать. Мой отец под Смоленском был, руку оторвало. Это боевое крещение было. Крещение, это значит, это слово крест. Страдание Христовы. Можете ли? Они говорят, можем. А они не понимали, о чем речь идет. А в какое время царство восстанавливается? Они думали, свергнет Рим, и теперь на белом коне веет, а он на осле, на мирном животном едет. А в какое время? Не ваше дело знать времена и сроки, которые отец положил в своей власти. Они думали, слева и справа сидеть министрами будут. Не знаете, чего просите? Да, да, да. У меня когда арестовали, а у меня жил племянник, а ему лет пять было. Он встал и говорит, я как дядя Игнатий, тоже хочу страдать. Вот у мусульман, когда учат, ребенку там пять лет. И говорят, а кем ты хочешь быть? Ваххабитом. Моего брата убили, я тоже хочу быть с Аллахом. Пять лет, уже с автоматом возится. Мы должны по мере сил быть на уровне примером, не выдумывать своих каких-то. Да, вымыслы человеческие ненавижу, а заповеди твои люблю. А закон твой люблю. Я не помню, так знаете, там, по главам, стихам, но с Писанием я знаком. Особенно с Евангелием. Мне дорого Евангелие. У вас фамилия-то Божественная? Говорящая. А, Богомолок? Ну, еще бы. Вы только оправдайте. Наверное, не мне судить. Но ваши предки где-то были с этим связаны. Кто-то молился. Не так просто. Говорят, кто эта фамилия? Самая распространенная. Кузнецов. Шмидт, Смидт. Во всем мире. Тогда кузнецы были, ну, везде. При входе, выезде в город. И вот Кузнецов, другой человек, сын вдовы. Вдовин. Курицы были. Курицы, там, Гусев, Кукушкин, Грачев, вот вы, Жуком, что-то. Что-то там такое было. А у иных вот такая фамилия. А кто это? До этого Богомола сына. Кому дали задание фамилии, когда начали давать-то в России-то. А были люди очень такие-то внимательные. Они, чтобы одинаковые не были. А то, как в учительнице, это есть такой фильм «Королёк птичка певчая» называется. Турецкий фильм хороший такой. «Королёк птичка певчая» в мусульмане. И учительница направили в деревню. Она девчонка. Как тебя звать? Айша. А другой. Айша. Девочек десять спросила все. Айша, Айша. Это маленькая девочка, которая с Магометом была. С Мухаммадом. Айша, Айша. Я у нас в деревне начали строить шесть коров и пять из них зорьки. Я говорю, ни ума, ни фантазии. Даже корову-то можно назвать по-другому-то. Вот у нас я занимался этой темой специально. Я вот спрашиваю даже профессора, он не знает это, он не занимался. 750 мужских имён. А на ходу не больше 33. Всё нормально? Мы потеряли сколько. Я говорю, возьмите. Раньше было в правительстве Климент Ефремович Ворошилов. Ни Климента, ни Ефрема нету. А что, Володя, Николай, Игорь, Михаил. То есть вот это то, что нас... И такие же батюшки. Владимир. У нас мэр города погиб Владимир Николаевич. На его место пришёл Владимир Николаевич. Пошёл в администрацию Владимир Николаевич. Начальник тюрьмы Владимир Николаевич. Ни ума, ни фантазии. А вот у нас как? Видите меня? Игнатий. Не каждый встретишь. Старший брат Самуил. Брат мой священник Йоаким. Три материной дяди. Макаре, Филарет, Эммануил. По отцу. Амос, Наум. Я назвал сколько имён-то? Ни одного сегодня не встретишь в школе где-то. А называли как? Называли не родители, выбирали. А на этот день, который есть, и кто крестил, он сам выбирал. Вот у меня был бы и в Тихии. Но меня именно так. Как он, Иннокентия, три имени на этот день было. Он назвал Игнатий. Наши поклонились, больше ничего. Никто не выбирал имя. А сейчас не знает, когда день ангела. Кто такой. И у женщин там ещё меньше выбора. У них всего 250 имён. Но 250. А сегодня в собаку бросим, в Наташку попадёшь. А женское имя Вера? Вот. Вера меньше встречается. Не так. Но Вера это тоже встречается и неоднократно где-то. А почему нет ни одной синхлетики? Вот у нас девочек называют у нас в общине. Старшая Ливия. Не Лилия. Ливия. Вторая дочка Леонида. У нас в деревне старший сын у старосты назвали Терентий. Он сейчас университет закончил. А который младший у него Иеремия. Пророк Иеремия. Вы фильм этот обязательно посмотрите. Он весь построен точно по его... Вот как является Бог и как разговаривает, вы увидите. Во сне говорит, а потом наяву. Сколько он претерпит. Иеремия в настоящий момент. Сейчас. Он только что в 10 класс, кажется, пошёл. Иеремия. Фильм. Он американский, но там очень хороший перевод. Лучший фильм, который сегодня мы знаем, это Иисус. Так называется Иисус. По Евангелию от Луки. Там и Михаил Ульянов, и кого только не было, дублировали. Более 300 миллионов посмотрели только в первые годы. Скажите, а как вообще христиане относятся к иудеям в сегодняшнем дне? Так я вам не закончил тот вопрос. Первое. Никогда не проклянай народ Божий. Благословляй. А второе, последнее благословение. Плати десятину. Проклятием вы проклятые, что вы обкрадуете меня, говорит Господь. Пророк Малахи, 2 глава. Плати десятину, не хули, евреи. Подальше, посередине благословение. Чти отца и мать. Там все остальное. Это 2 главные. В 2 веке. Не трожь евреев. Не надо о них хорошо говорить. Какие есть. Но проси милости, Господи, обрати их. Благословение в этом. Чтобы они были твоими учениками. И плати десятину заработка священству. И весь сказ. А почему мы должны платить? Да потому что он соучастник, Златоуст говорит. Не то, что в Новом Завете не сказано. В Новом Завете не сказано, что глаза протирать надо, уши прощищать. В Ветхом Завете было много сказано. Люди были еще дети. Не написано. А написано уже никто не отнимал. Ты, говорит, когда у тебя кто-то нанят и где-то вместе работаете на одной работе. Вы делитесь? Ну, а как? Мы двое работали. Ну, а ты признаешь, что Землю, Солнце, Воздух, Звезды, всю эту воду Бог сотворил? Ну, да. Ну, у тебя руки, жилы натянуты, желудок работает. Кто сделал? Бог. Ну, возьми его, соучастники. Бог говорит, меня обкрадывайте десятиной. Это не вам она принадлежит. Я приложил к заработку десятую часть. Моя, моя. Верни ее мне. Вы меня обкрадываете. Проклятием вы прокляты. Все тут и доказывать надо. Я, когда людям начинаю говорить, не то, что там опять скажут, хвалишься. Я просто о биографии своей говорю. Я когда услышал, я понял, что это ко мне. И вот 53 года я всегда платил 9 десятин. Со 100 заработанных 90 отдавал на нуждающихся. И мне даже нужды нет, я их не считал своими. Ну, всегда 2-3 работы, что самому хватало. И поэтому такое у меня обильное благословение во всем. Господь говорит, хотя в этом меня испытайте в десятины. Не открою ли я небо для вас? Пролью на вас милости. Когда людям рассказываешь, вот сидели там, ну, сидели Глеб Якунин, священник Зоя Крахмальникова, Александр Огородникова. То есть очень известные такие люди. Я с ними встречался. В тюрьме были. Никого такого не было, как у меня. У меня совершенно по-другому было. Я молился день на 5-6 по 1,5 часа, а с 8 до 10 полное молчание. Я проповедую. Никто не закурит. Евангелие считает, кто на всю камеру, там на 70 человек, 3 только не курят. Вымоет руки, а который старший пахан, наблюдающий здесь, он ни один, никуда. Охранники открывают двери, стоят у дверей каждый день. Никто даже не слышал про это. Один говорит, а шестую ходку еду, говорит, шестой раз арестован. Говорит, ты такого даже не слыхал. Как это может быть так? Я не знаю. Меня начальник тюрьмы вызывал беседовать не раз. Умер по-христиански. Следователь обратился, полное крещение принял. И вот я встаю, это в мусульманской республике, в Казахстане. И, говорит, вчера молились, 6 или 7 человек сзади вас, говорит, становились, на колени молились. Можно мы тоже встанем? А я никого не видел, я просто кланялся, молился и все. И мы вот решили тут табак весь выбросить. Выбросить-то выбросили, а охота, так они потом некоторые матрас теребили да жгли. Но, однако, Бог так сделал. Я говорю, у вас было такое, ничего нету. А шахматы были, да, играли, играли. Я шахматист. Но я никогда к этому не прикоснусь. Здесь вот сидит, вон, священник Зосима, сидит за совращение малолетних. Ну, какое ему уважение-то? А у заключенных такие люди, над ними могут папа-мама сделать. Я пришел, чтобы как-то его облегчить, учиться. Я говорю, такой у вас Зосима. А они, Мишка, иди сюда, Мишка. Это его по паспорту-то. А в монашести Зосима. Видишь, какое имя-то редкое. Зосима. Как в братьях Карамазовых. Вот. Следователь даже, один тут сидел. Отец Владимир Суртаев. В Кытманово он был священником. То что-то ему давали машину, переписал на жену. То есть, махинации какие-то были. И подала епархии, его арестовали, посадили. И он сидит, мы встречаемся. А он мне еще захватил, назад уже не отдает. А следователь мне говорит, вы поговорили бы с ним. Ну, у бабушек деньги собирали. Ну, я с ним стал говорить, он сразу же согласился. Он обо мне слышал. Я готов отдать, отдать, что там, ну, что приписывают ему. Я говорю, я могу тогда ходатайствовать. Прокурору края пойду. Мы в очень близких отношениях. Близких-близких. Ну, я мог два раза на дню к нему заходить. А люди три года ходят, говорит, не могу к нему попасть. По секретарям. Это Бог делает так. А кто я такой? Я вообще никто. И вот, я только вышел, а он следователю и говорит. Я сказать-то, говорит, ты сказал. Вроде зазомбированный был. А что же я отдам-то? Оно мое. Он говорит, вот это советская логика. Что захватил, назад изо рта не вытащишь. И в газете пропечатали. Но когда он освободился, я ходатайствовал. Везде, везде, там, перед генеральной прокуратурой. Его срок скостили, и он стал к нам ходить в общину. А мы-то РПЦЗ, Русская Православная Зарубежная Церковь. А он в патриархии был. Я говорю, скажи теперь, по совести, а ты знал, что мы православные? Конечно. А зачем ты людям-то своим говорил, что мы не православные? А чтоб к вам не ходили? Да какой же ты поп-то? Вруша. Я говорю, а ты говорил, что у нас икон нету? Говорил. Ну, ты же видишь, все у нас в иконах. У меня дома от пола до потолка икона и книги. А чтоб к вам не ходили. Ну, еще могу на это сказать-то. Понимаешь как? Они Бога не боятся. А к нам люди все равно ходят. Нет, не боятся. Так кругом видно, что не боятся. Боятся. Того и распущенность безмерная. Но слушают. Понимаешь? Эфритор и архиерей, митрополит. А у него четыре тут епархии у нас в Алтайе. И просят сказать слово. Мало того, еще и пропечатает, про что я говорил в своем журнале. Как архиерей мне говорит, где вы только темы такие берете? А у меня стихотворение 3467 по 9 куплетов. 4 тома по 800 страниц. А где темы берете? Я говорю, вот, красный угол. А вот у меня лестница. Я по ней лезу и беру. За 9 лет. Это невозможно. А как это? Много-мало? Это Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок, вместе взятый меньше. Ну, я не поэт. Называется «Проповедь в стихах». Я не знаю, ямбы, хореи там разные. Но представьте, сколько продаются бумага, которая печатает. 500 листов. Это 7 пачек. Карандашом исписал. И ни одной помарки нет. Я пишу, как на чистый лист сразу. А как это может? Не знаю. Я знаю, у одного это было у Бальмонта, Константина Дмитриевича. Только один поэт такой был. А я не поэт. Но когда зачитываю, вот в литературном институте там занятия шли, вот, я их могу даже назвать поэты, какие руководители. Мне дали стихотворение, а там по одному говорят. Да конец, на бис, еще скажите, еще расскажите. Да я же не поэт. Ой, как будто, говорит, нам, он говорит такое, как будто, говорит, в форточку распахнуло, ветер пошел. Это Бог делает. Я никакой не поэт. Не-не-не, я бараний Бог. Но у меня мысль. Я говорю. Говорю, и 80 стихов положено на пение. Поются. А как это? Понятия не имею. Слышал? Понятия не имею. Это не мое. Я сегодня считаю их. Там настолько выше моего уровня развития, что... Один священник приехал, газету привез. Там Радонеж называется газета. Православная. Супер православная. И он говорит, а вы в газеты сдаете свои стихи? Да какие стихи-то? Что я ради буду сдавать-то? Он говорит, а вот, вы не знаете, кто это написал? Давай считать одно стихотворение. Я говорю, нет. А он открывает и смотрит, моя фамилия стоит. Плагиат это ворует, чужое. А когда от своего отказа, это антиплагиат. Я совершенно даже написал, как будто никогда не знал его. А они получили... Вот у меня стихотворение одно называется. Я могу даже скинуть, только нажать, и вы послушайте, как его поют. Моя биография. Девять куплетов. Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. Задача выжить. И ни одной победы. Хотя, как знать, когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. В истерике, в бессилии. Их измотало в горных перевалах. Там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по лагам отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Они разведали. Они все, я говорю. Что я... За мной дойк, бешеный Саул. Они разведали. Мед акриды. А штаб квартиры избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть я умер, ушел, недосягаемый. Стихотворение, не стихотворение. Называется проповедь в стихах. Скажите, пожалуйста, Игнатий Тихон. Непонятно мне. Кругом все друг друга называют какими-то отцами. Господь говорит. Не называйте отцом себе никого на земле. Ибо один у вас отец, который на небе. Я понимаю, что это духовно. Когда возносился Илья, пророк, и это видел Елисей, он кричал, отец, отец мой. Духовно я понимаю. Правильно ли я понимаю? Апостол Павел говорит. Я родил вас благовествованием. А кто родил? Авраам родил Исааку. Читал. Вот родил. Родил это отец. А это сегодня так, по привычке называют. Кто-то крестил, кто-то прищищает. Диакон, который там безмолвный, тоже отец диакон. Ну, он не соответствует действительности. Вот если меня она называет отец, мне это не надо. Ну, действительно, человек услышал, обратился. Я родил его. Мне вот на занятиях везде. Я вас считаю духовным отцом, там и по интернету везде. Я знать не знаю. Кто вы такие, откуда? У, мы тут все забыли. Интернет только вас смотрим и считаем. Вы на все вопросы наши ответили. Заходит, говорит, у меня столько вопросов было, никто не отвечал. К вам зашел, в один день, говорит, половина разрешилась. А почему? Я с священником говорю, вы бесталантные. Почему талант там, где свобода? Где Дух Господень, там свобода, Павел говорит. Дух Господень, а вы боитесь должность потерять? Тебя выгонят, жену как кормить? А я никогда об этом не думал. Я молюсь, первый вопрос решить, надо ли не надо отвечать? Я не знаю. А если надо, теперь возьми меня, Господи, с сосудом Твоим. Скажи, что требуется. А последствия, Господи, ты возьми на себя, что мне за это будет? Меня трепали, давили, крутили, у меня руки все выверщены. Я спрашиваю, которые сидели, а вас вербовали? Ах, говорят, а всех вербуют. А что предлагали? Срок меньше сделать. А меня не вербовали никто. А почему? На первом допросе я их начинаю обращать. Один из КГБ обратился, стал священником. Так они, когда меня арестовали, и говорят, вот, это он нашего совратил. Какой работник был отличный-то. Это вы его совратили, погубили. А он сейчас священник. Православный. В патриархии. Вот бездна премудрости Божьей. Да. Именно так. И мне в другой раз приходят люди с такими вопросами. Я очень часто отвечаю, не знаю. А почему? Говорят, вы знаете, прозорливый. Я говорю, прожорливый, а не прозорливый. Вот. А вопрос этот, я понял, с сегодняшнего дня я буду молиться. А уж как Бог откроет. Я вот одна, переезжать, не переезжать с Италией там. Вопрос сложный. Я говорю, я не знаю. Ну, тут в Италии уже знают там. Вы знаете, что мне Бог отвечает? Конечно. Из Германии, из Великобритании. Эти же слова говорят. Я за собой ничего этого не знаю. Я буду молиться. Она неделя проходит. Ответ есть. Я говорю, ответа нету. Еще, еще нету. Потом только месяц прошел, она опять зашла и спрашивает, ответ есть или нет. Я говорю, нету. И только она отошла, и у меня ответ сразу пришел. Я сразу ей звонок. Ответ пришел. А какой? Я говорю, бери ручку. Слушай внимательно. Книга, притча Соломона. Глава такая, 14-я. Стих такой-то. Записала. Вот тебе ответ. А как я понять? А вот теперь с этим ответом пойти к священнику, который тебя исповедует. И ему скажи это все, и вместе начинайте молиться. И ответ тебе даст Господь через священника. Я только показал первую ступеньку. Взяться за ручку. А теперь ты открывай сама. Что я сказал не так? В пророке я не набиваюсь, я не пророк. Порок, да. Порок, да. А не пророк. Весь ответ. Я стараюсь узнать волю Божию через слово его. Не так, что еще откроется. Это не гадание. Никак. Вот я молился об одном деле, чтобы у меня помощники были с моей сайта, с моими складами разобрать. Столько всего. И лежать на складах. И молюсь уже 30 лет, 35. Ответа нет. Я каждый день молюсь. 37 лет молился, и нынче Бог открыл. Одновременно пришли люди с разных мест. Один с Америки, два Сергея, два Андрея. И они меня буквально разворошили все. Ну, примерно появилось ну, 1700 новых роликов. Златоуста разобрали. Жития. Мои книги по одной. И все они в музыкальном виде, оформление. И сама книга листается. Бери, не надо ее. Она отдельно стоит. Вы на нашем, когда зайдете, в Ютубе-то, это все есть. А сегодня я так раз поставил. Это Бог делает так. Или моя биография. Биография моя была, наверное, в семи роликах будет. И там будет в этих роликах около тысячи фотографий. Тысячи. У меня стоит только 22 тысячи фотографий. Тысяч. И он сам все это делает. И где выдержки из Библии, он делает красным. Ну, а потом половина ролика в фотографии идут, а половина дальше из книг взята о биографии. Делает бесплатно все. Это Бог делает так. И Жития по одному. А Жития уже 600 они нам взяли. Около 300 было раньше. Одно вам только... В Златоусте 1265 файлов. 1265. Это очень и очень много. Аудио. Они разделили и по одному видео выставили. Я сегодня только выставил один. Я каждый день выставляю Златоуста, Жития, Добротолюбия, Яна Кронштадтского, Игнатия Бринчанинова, и Ефрема Сирина по одному ролику. А они идут и идут. Одни заканчиваются, а теперь у меня другие. И выставили тему, где мы с Александром Менем беседуем у него там в новой деревне. Людям интересно. У нас не очень хорошее качество, а другого-то нету. Но записывал не я один. Второй был еще помощник там один. Я не знаю, от меня нельзя или нет, но улучшили. И мне советуют на моем здесь в форуме-то, ну, чтобы взять этот улучшенный вариант, но показать, не убирая тот. Улучшенный вариант. А когда я его разбил на 6 частей, я три радиопрограммы регулярно вел, а одна онлайн была только часовая. Три радиопрограммы еженедельно. Это вообще. Первое место в Алтайском крае по времени было. Вот коммунисты на меня ополчались. Профессорам. Никому столько времени, никаким удаете вы. Это у меня все в книгах помещено. Кто говорил там, ну, из книги, «Голос труда» и мои ответы им. И вот, когда начинаешь людям показывать на это, как они это все переворачивают. Ну, тебе не дано, не дано. Ну, мне тем больше, если меня взыщет, вид Господь. Вот, нападает где-то здесь, ну, на там-то. Я, ну, матерками, матерками, матерят трехэтажными. И их сблокируешь-то. Я попросил брата Никиты, я говорю, посмотри, сколько там заблокировано уже. Он посмотрел, три с половиной тысячи. Это два полка военных. Каждый день. Вот, позавчера 85 человек на меня нападали с матерками там. И при том, ролики, которые никак не... Сидим за столом. Или с детьми, я беру ягоды, в поле собираем. А, сектанты такие, да вы! И спрягают на три, на пять букв. Как угодно. И ни при чем, не встречались нигде. Угрожают. Ну, не заходи на ролики, тебе не нравится-то. Ну, мы работаем, пруды восстанавливаем, дороги сами, сами делаем, сами. Никакой инфраструктуры нету. За свои деньги. А у меня минимальная пенсия сейчас добавили. Уже восемь тысяч у меня. Ну, на восемь-то в городе жить, ну, ничего не понятно-то, что. ЖКХ, ну, у него сожрет больше половины. Ну, ладно, я в своем живу, да, каугли, а сколько? Вот. Ну, люди не понимают это ничего. Вот он нападает. Что, я только молиться могу о них. Я каждый день о них молюсь. У меня нет оружия никакого больше. И бывает, исхулители, люди приходят. Один раз обратился в прокуратуру. Они фотографии берут, отрезают, и там блудят где-то, а моя голова, и... Ну, я обратился, это в Казахстане один, Саварбек Алмазов. Ну, и туда прокурор. И, видно, его крепко захватили, он сразу все убрал, и больше нигде нету. А мне пришел ответ. Ну, невозможно, он жену там всякой пакостят, и... Зачем это? Ну, вот так... Богу, когда себя доверяешь, напрасно бодрствует страж, если Господь не сохранит. Господь охраняет. Где я был, так там десятки раз бы голову свернули. Где мы проехали? 120 тысяч километров только. Это вот три раза вокруг земного шара по экватору. На российской машине на Газели. Да еще в Швеции она полетела у нас, сломалась. На эвакуаторах мы добирались через Балтию, куда в Калининград. Вообще! Более трудного времени, мне кажется, в жизни не было. Закинуты. И Бог дал. Люди русские встретились, и посоветовали, и помогли на кроны разменять доллары. Ну, все сделали как надо. И поэтому я назад оборачиваюсь, у меня в устах непрерывная песня «Как ты дивен, Господи». На самое ничтожное ты обращаешь внимание. Ему так угодно было, и так он сделал. Вот представьте, три радиопрограммы. Я вот разобрал это на шесть частей, шесть радиопрограмм получилось, с Александром Менем. Так на меня там прямо по телефону, а он тогда в таком был в почете только что, и с таким человеком вы спорите, кто вы такой. Я говорю, я могу спорить, а вы нет. Вы мертвого льва пинаете, а я с живым беседую. Я живому говорю в глаза, и он отвечает на мои вопросы, что не согласен. Теперь многие не согласны с ним, показаны у себя, они там его есть сообщество, наследие его там это все выставляют, и нашли, не знаю, вот, говорит, нашли ролик еще один, они уже все собрали. А у меня еще есть 16 часов, только проповеди его. Я там бывал не раз. И вот, говорит, наш человек этот неизвестный нам, и как беседует-то? И соглашается. Он говорит, прав на меня. Там и перевод русский, как к евреям относиться, такие вопросы. Он у меня даже за микрофон схватился, засмеялся, говорит, ну, интерьер, никогда таких вопросов мне не задавали. Я могу говорить? То есть я не добавляю ни слова, я просто вставляю наш разговор. Как меня упрекать? Он бы сам упрекнул, а он не упрекает. А это заступники. А они его в глаза не видели. Ну, это несерьезно просто. Значит, лютуют против вас человеки? Да, очень сильно. Особенно главный сектант Дворкин. Мои книги брали на разбор. А, знаю, знаю. Когда-то видел. Александр Леонидович. Да. И вот книги мои брали на... Ну, 38 книг. Это же не просто. А книга 752 страницы. Там все. Я разбираю. Допустим, вот он был еще метрополитом, смоленским и калининградским. Сегодняшний патриарх. 60 вопросов. Я в книгах беру его вопрос, как он отвечает, а дальше говорю, как надо было отвечать. И он отвечает 60 вопросов. Примерно только 6 правильно. Остальные неверно. Беру политориарх. Алексей Второго разбирает также. Старообрядческого митрополита Адриана. Козлова, Юрасова. У всех одинаковый процент. Ну, до 10% никто не дотягивает. Я не просто говорю, а показываю места писания, которые опровергают то, что они говорят. Ясно дело, что они мной недовольны. Как они могут быть довольны? Андрей Кураев пишет и говорит, если бы Игнатий не задевал, и к нему совершенно другое было бы отношение. Ну, а так понятна их реакция. Я не одобряю их. Но я-то говорю не с тем, чтобы унизить, а чтобы... Люди-то пришли не к тебе, чего ты сидишь в городе, что? Они пришли к Богу узнать. Я тебе сказал, такое место стих Писания. А так у тебя памяти у меня нет. Нет памяти, тогда блуди дальше. Память теряется от блуда. Зачем ты залез на это место? Да, подлинно вы воин Христов. Добрый воин Иисуса Христа. 55 лет. И вот взяли три епархии. Это Новокузнецкая, Кемеровская, Тульская. В Туле. Взяли на исследование сенсорские отделы. Под меня подкопаться-то. А я раз такие темы затрагиваю, отвечаю на 4124 вопроса, которые мне поступали в милиции, по радио, в университетах, в школах, на заводах. Я везде проповедовал-то. Меня голыми руками можно брать-то. Тем более, я никогда не уходил от вопроса. Отвечал абсолютно на все вопросы. Даже те, которые под меня подкапывались. Ничего не смогли сделать. Отослали в Одессу. Там монастырь. А из Одессы мне сообщают, с книгами никак. Отослали в Киеве пещерскую лавру, в центр православия. Уже 4 года, ни слова нет. Ну, могли они за 15 лет хотя бы одно предложение сказать-то. Не скажут. Они в первую очередь должны сказать, мы безбожники, и поэтому он не прав. Они по-другому не могут сказать. Потому что я отвечаю по 4 параметрам. Библия, каноны, жития святых, творение святых отцов, патрология мини. Когда я им говорю, я это Осипов не знаю. Он не знает. Он профессор там по-своему где-то. Тем более, в галстуке бритый. Для меня он масон. Только и всего. Растегнутый по-масонски всегда. Сидит или в галстуке. И вот, когда начинаешь людям говорить, а где вы это взяли? Где? Я отвечаю на вопрос. Вот у баптистов о втором пришествии беседовать собрались. А баптисты другие книги не признают, кроме Библии. Договорились. И они привели 4 места Писания. Договорились, что никаких, чтобы записей не было. Только Библия. Я им на память процитировал 72 места. 72 ветховой Нового Завета. И при том, одно место, иногда бывает там целый пакет стихов подряд идут. Я называю стих, глава, название книги. И они... Сто процентное поражение было. Бывает так, у них называется пресс-фитер, а по нашему-то он самозванец. Ну что, надрали нам задницу? Я готов перейти в православие. Перешел, а он у них занимал роль старшего пресс-фитера, епископа, стал православным священником. Это Бог делает так. Человеку-то невозможно. Нет, невозможно. Это благодать обращающее. Я говорю, начальник тюрьмы, полковник Соломин, Александр Семенович, он раз за разом меня вызывает. И когда я освободился, перезванивается, мне звонит, и потом умер, жена говорит, умер по-христиански. Видно, священника вызывали. А следователь, я могу называть все, Пищевов, Виталий Николаевич, принял крещение с полным погружением. А как это? Понятия не имею. Это не я, это Бог делает. Пиофан Затворник говорит, благодать имеет трех видов. Призывающее, обращающее и освящающее. Призывающее, это с моей стороны, я призываю Словом Божьим. Обращающее, он кладет ему на сердце, покаяние есть. Освящающее, священник, я не имею этой благодати. Он его крестит, причащает. Когда начинаешь, люди, маленько узнал только, ой, попы такие, тут столько всего, и я пошел, куда ты пошел? А я ни к кому, я сам по себе. Ну, это будет 2021 секта. Я знаю их сколько, 21 тысяча. Ну, еще ты будешь один. Ты один не будешь, тебя завтра сатана скопытит другое общество. Так и есть. А я узнал это, и молюсь, и молюсь каждый день об этом человеке. Я знаю, он такой добрый. И ему, он много давал денег, строил в церкви, а его обидели, и он этого не выдержал. Да, как что, не выдержал. Все, ради похвалы разве работаем? Мы сделали все, а нам наплевали в спину. Ничего не значит это, лишь бы верили. Павел говорит, как не проповедовать, я этому рад, искренне, а другие не искренне, желаю увеличить тяжесть. Я этому рад. Так что тут, они так понимают. Подыскиваются словом. Понятно. Понятно. Искушают. Вчера у нас занятия, у нас занятия идут по скайпу. Три раза в неделю. Можете присоединиться. Я вам дам данные. Вы только там нажмете, и вас примут. Среду, пятницу, воскресенье. А вы там участвуете? Участвуете. Когда считают, у меня трехтомник вышел, трехтомник Нового Завета, полное толкование по святым отцам вместе с откровением. Впервые за 2000 лет вышло такое. Впервые. Книга и Откровение вы имеете ввиду? С Матфея. Матфея, Марка, Лукьяна. Все 27 книг Нового Завета с толкованием идут. Местописание и толкование. Толкование блаженного фепилакта. И Откровение. На Откровение 430 страниц только ушло. Три книги, трехтомник, по 752 странице. И мало того, мы украсили его лучший иллюстратор Гюстав Доре. 230 иллюстраций, мы их раскрасили все. Они в этой книге. С закладками. Эти книги мы видели у Владимира Владимировича Путина, у Патриарха в библиотеке. Мы ее дарил. У меня тысяча экземпляров. 600 я подарил, только проехал и вот разослал. 600. Скажите, пожалуйста, а кто толкует книгу Откровений? Первый, который самый толкователь был, архиепископ Андрей Кесарико-Падокийской. А отдельные моменты, которые истолкованы, это Ипрям Сирин, Иоанн Златоуст, Папий Ирапольский. То есть, называются такие люди где-то. Их вместе все совокупности, этот Геннадий Фаст, он все вместе взял и дал с опровержением сегодняшних толкований разных сектантов. Это Луша, она отдельная книга вышла, у Патриархии там за особым грифом идет, везде они ее распространяют. Ну, он доктор богословия в Патриархии теперь, преподаватель Томского университета, физик-математик. В моем доме он стал православным. И этот я с его разрешения включил в трехтомник. И теперь от Матфея заканчивается вместе с Откровением. Впервые за 2000 лет вышло это, чтобы вместе прошло весь Новый Завет в одном комплекте. Такого не было. Ни в Восточной, ни в Западной Церкви. И при том, сколько там шрифтов. А отдельно 297 я сделал там комментариев. То есть, то, что они говорят, я еще расширял с других отцов. Допустим, они берут там со Златоуста, а я еще с Блаженного Августина добавляю из других. И сегодняшнее положение. Обращайте внимание на проповедь и на знание Библии. Где Блаженный Пифилак говорит, это лучший толкователь Нового Завета. Он жил в 11 веке. Архиписко-болгарский-то. Ну, его издают и патриархии везде. И крупным шрифтом жирным выделено. И теперь я это слово комментирую. Почему сейчас не проповедуют? Как это надо? Как другие святые отцы учат? 297 комментариев моих. Такого не было за 2000 лет. Не было нигде. То есть я никому не подражаю, ничего. Я чувствую, что надо, надо, чтобы достойный человек подошел и взял. А у них есть даже вы изданное. Дальше нет. И притом непрофессионально изданное по сегодняшний день. Вот симфония. По ней легко искать. Она есть. Профессионально изданное вернигородское. На 66 книг. А на 11 книг канонических нет. То есть они есть. Я их все дореволюционные, все просмотрел. Непрофессионально. Поэтому я издал и симфонию. Самая трудная далась мне. Где-то 23 корректора, наверное, было у меня на нее. И все бросили, перестали. Мы, говорит, ничего не можем сделать с ней. Пришлось самому быть и корректором. Так уже по электронике здесь все. Самое полное. Какие только возможно было, когда издавались. И притом шел, ходил, не знаю, у меня сведено в один глагол. Если, допустим, говорится там птица, птице, птицой, все падежи свести надо было в один. Ты знаешь птица, а не знаешь, как она, птица или птица. Тебе надо по разным падежам искать. А они очень далеко друг от друга. А когда сведено в один, тебе не надо ничего. Только нашел слово, раз и нашел, где оно есть. Например, нашел мудрого человека и стирай пороги дома его. По слову нашел, найди, найду. У меня все в одном глаголе. Порог, порогу, порогом. Все в одном слове. И дальше птица светается подобным себе. Птицы, 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 птицами. Все сведено в один. Вот такую работу проделать Бог позволил. Машина это не могла. Все вручную. Вы мне разрешите стирать порог посредством скайпа вашего дома? Милости просим. Спасибо огромное. Я вам только дам условия, какие там есть. Условия такие. Заранее мне оповестить. Они там будут известно. Вот как сейчас поговорим, Валерий. Там внизу я скину несколько тем вам. Как по скайпу, как прийти на наши занятия. Какие наши ресурсы. Я раз за разом буду сейчас скидывать примерно 5 ресурсов. Указатели сделаю. Сейчас ничего не пишите. Там все будет. Что непонятно. Условия такие. Когда ко мне думаете идти, заранее напишите внизу. Свободен я или нет. Бывает у меня занятия идут. Вы поймите, я полный профан в компьютере. Я не знаю где писать. Как писать? Скайп. Скайп поставьте. Вам поставят за несколько минут. И внизу. Вот сейчас вы как зашли на меня-то? Это скайп. Меня скайп. Да. Вот внизу сейчас. Как вы отойдете, увидите. Будут появляться тексты. Я для вас. Прямо внизу. Все. И вы сразу дадите знать, что вы получили. Вы получили. То есть тоже надо будет написать вам в ответ. Ну, у вас там же клавиатура-то есть. Ну, есть. Ну, и напишите. Курсор поставите и скажите, получил одно слово. Мне-то тоже интересно знать, получил или не получил. Потому что я кину вам о наших ресурсах, о наших занятиях, о наших книгах. Какие вопросы сейчас возникали, я на все по отдельности вам скину. А вы можете скопировать. «Контр-ЛС» нажми, отдельно там «Ворд» открой буквой «В». Вот она стоит там. И «Контр-ЛВ». Она сразу вставила текст. И себя копи этот багаж. А то у вас огромный багаж будет. У меня почему так много? Называется вот «Наследие письма» – «Эпистолярное наследие». У меня все изъяли. Даже дяди были на фронте, артеррористы. Все погибли. И эти письма все сожгли. Прокуратура. Такая память была. Они все погибли. Больше нету памяти. У меня сожгли и хвалились, говорит. Две большие кучи в краевом суде во дворе горели. И когда я вернулся, и после этого у меня же я сам реставратор-переплетчик-то. Переплетенные по 650 страниц еще 77 томов. Томов. С оглавлениями. Вот представьте, какая у меня работа была проделана. И вот эта симфония. Ей равной нету в мировой практике. Нету. Самая полная. Кроме того, по житиям святых. Ты вот вспомнил, что-то там ребенок был в воде, стоял. Дитя. Вода. Стоять. Все. На любой теперь. Находи. И там, говорится, за номером таким-то 15 июня такое-то жития в Верке. Теперь открывай за июнь месяц жития святых 12 томов помесячным. И ты нашел. А не так. Один советский товарищ или китайский бобы собрал в мешок. Тут конкретно, четко. Симфонии такой не было. Это тоже мне Бог позволил создать. Это нельзя, нельзя, нельзя сделать никак. Вот я еду на электричке в Новосибирск. А ехать долго. А я только на электричке езду. Почему? Потому что сидение перед тобой и через это. И у меня с собой 475 листов полных А4, которые машинописные там. Я их раскладываю. Слово какое, где оно сходится, в каком падеже, какая буква. До одной буквы в алфаэтном порядке, чтобы шли. И первая буква, и вторая, и третья, и последняя. И само слово, и само слово, как оно еще встречается. Я разложу все это дело, на меня все глядят. А я еду в поезде, в поезде работаю. 475 листов. И все сделано. Но удалось очень и очень трудно. А ключом к этим книгам является книга, называется «Два священника». Обо мне написали. Для слова Божия нет уст. Как процесс шел, он тайно был записан. В детстве как было, как я Бога искал, как в армии был. Там все. В психиатрии был, какие справки давали, какие давали там характеристики. Все записано. И мои документы об освобождении, паспорт. Все. Сейчас в интернет выставлено. У меня нет скрытого ничего, ни одной строчки. Ничего. Венчание, свете сорождения, паспорта заграничные. Я все выставил. Смотрите. А то там шестерки есть, антихрист, покупать нельзя. Ну, дурят православные. Шестерка у тебя в башке. Зашестерился. Верно ваше слово. И всякого приятия достойно. А то бывает, говорят, там все время скрижащие зубами-то по-старобрячески-то. А если юмора нет, у тебя ничего и нет. Ничего и нет. Илья Пророк самый грозный. И то, когда они там хотели огонь, он говорит, кричите громче. Может, он уснул. Может, в дороге. И при этом хохотал еще над ними. Ну, это не знаем. Написано, праведник едва кротко улыбнется, а нечестивый смехи обнажает зубы. Так что тут тоже грань надо знать. И она тут говорит, ты хохочешь, рот раскрыл. А не думай, что бес скотчет тебя. Поэтому очень осторожно надо. Ну, безусловно, безусловно. С рассмотрением. Вот, вы только цитаты, как Маус Дэдун. Цитатник был у него. Хунвейбин это. Ну, есть поговорка какая. Лучше книжная мудрость, чем самоотбытная глупость. Тем более, я цитирую Божье Слово. Абсолютный конечный авторитет. Три слова. Святая Библия, Слово Божие, Священное Писание. Вот как называется. Ну, а мне Бог позволил держать Святую Библию в руках. Я сверял ее по-немецки, по-английски. Когда я обратился, я на семи языках занимался. Мне это интересно было. Самостоятельно. А потом я все это забросил. Понял, мне это не потребуется. Мне нужно одно. Я у вас не отнимаю время. Да ничего. Сегодня суббота. Вчера интересно, что мы успели записать у нас, как освящалась вода святая. И потом вечером были беседы, занятия, тоже спрашивали, а когда появился этот обычай, засвящать воду. У нас приходят и неправославные на занятиях. Там с Израиля есть, кажется, с Америки. Ну, разные люди. То есть, свободно сидим, как будто мы беседуем здесь. А потом, сейчас по этому трехтомнику, откровение сейчас проходим, а полчаса отдельно вопросы-ответы. Я сажусь перед микрофоном и прямо конкретно ко мне задают вопросы. И я отвечаю. Люди любят, вопрос задают, а сам его распространяет, он меня агитирует. Что-то не надо. Это не вопрос. На вопрос больше полминуты не надо давать. Выразил в полминуты. А ответ я должен тебе назвать книгу, откуда взято. А тебе-то зачем? Ты отдельно вопрос задал. Что делать? Если родители меня из дома выгоняют, чтобы икон не было. Вопрос понял. Я теперь объясняю, что такое икона. А почему? А родители баптисты. А я теперь стал православным, а они меня из дома выгоняют. А почему? Ну, я тебе отвечаю. Почему? Опять, говорит, не по кощану. А ты должен знать. Определенно и четко. Тебе что дороже, иконы твои или жизнь с родителями? Ну, родители-то ко мне хорошо относятся. Поэтому спрячь иконы. Они не против? Да, конечно, нет. Ну, и сиди, моли. Что ты как идолопоклонник-то? Тому если идол не поставь, моли. У меня иконы везде. Ну, я и без икон молюсь. Я в дороге иду, птицы поют, как игумен Сахаров был. Там, берсеневка от храма Христа Спасителя, 200 метров примерно храм. Бывал, бывал, заходил. Я там всегда проповедую, когда приезжаю, он у меня стихарь переобневает и перед народом. И вот, когда начинаешь об этом говорить, ой, вы хвалитесь. Что значит хвалитесь? Благодать Божия. Павел говорит, хвалящееся, хвалитесь Господом. Что знает Его? А что вы боитесь буквы Я? Буква Я – это не последняя, она первая. Аз по-славянски. Аз, Бухи, веде глагол. Ты, вы даже этого, говорю, не знаете. Я что сказал? Господь говорит, город наверху, на вершине горы не может укрыться. И так, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного. Их прятать не надо. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Что я сказал? Неладно-то. Чужие труды не ворую. Ты спрашиваешь, как? Да это невозможно. А я показываю, возможно. Ты посмотри, как у нас по форме люди одеты. Как идут, когда на исповедь в отдельной комнате. Как прищищаются. Как дети, как занятия идут. Мы конкретно показываем. 21 тысяча сел исчезли. Мы взяли, получили землю, получили статус официально через краевое законодательное собрание. Там все это сделало как надо. И теперь мы поставили условия. Устав, который в краевом отделе юстиции. Кто не пьет, не курит, не матерится, не ворует, не лжет, тот может подавать заявление. Православный. А по конституции любой может в любом месте. Ну да, по конституции можешь, а у нас не можешь. Почему? Тебе тяжко будет. Ты увидишь, как у нас везде надписи стоят на территории, деревня курит запрещается. Все это известно. Ты не рад будешь ничему. Девочки все в платочках, что были. Все в поясах должны быть мужчины. Бороду не бреют. Еще гожей ты. И не лгать нигде. Тебе одному охота быть с нами вместе. А вместе, значит, мы и празднуем. Вместе молимся вместе. И отдыхаем вместе. Припояшьте чесло ума вас. Да, истинно. Это пояс напоминает об истине. А много ли веревочек? Из нее столько было споров. Вот она еще у меня веревочка. Вот ничего особенного и нету. Да. А зачем ее надо? А я не спрашиваю, зачем. Посмотри на старый, где казацкий хор поет. Там что-то древнерусское. Все с поясами, да еще с такими кистями. Хор выступает где-то. Как одеты. Посмотри, картины Поленова, Сурикова, Репина. Я же не придумаю ничего. А то традиции. Да когда было, чтобы женщина в брюках ходила. А сейчас ходят шорты. В трусах в одних. Что вы думаете-то? Вот у нас они, традиция настоящая. Наш дресс-код. Одеты, два платка, повойник. Посмотри на икону Божьей Матери. Как она открыта. Это хиджаб православный. Если хотите. У нас самый маленький ребенок. А у старообрядцев не замужняя полголовы. Смотри, не пройди мимо. Я хочу. Нельзя так. Ну что, Валерий, прощаемся. Да, пожалуй. Да восполнит Бог все нужды ваши. Спаси, Христос. Аминь.